У дочерей османских султанов была далеко не такая красивая и яркая жизнь, как представляют некоторые. В большинстве случаев девушки выходили замуж за людей, которым они были равнодушными. И всегда это были неравные браки. А все потому, что замуж султанских дочерей выдавали за государственных деятелей, которые стремительно продвигались по службе, то есть подавали надежды. Естественно, такие мужчины были уже не молоды. Часто замуж выдавали с некими корыстными целями, чтобы в государственном совете был свой человек, зять, через которого можно было бы негласно получить власть в свои руки. Например, так действовала Кюсэм Султан, формально выдавая своих дочерей замуж в детском возрасте 4-6 лет. Но не только Кюсэм использовала в своих целях дочерей. Вероятно, Кюсэм Султан тоже выдала свою дочь Михримах замуж за нелюбимого человека из тех же соображений. И кто знает, возможно, даже против ее воли, как это показали в сериале «Великолепный век». Рустем Паша, супруг Михримах, был старше ее на 22 года. Ей на момент замужества было 17 лет, ему 39. Их разделяла целая жизнь. В истории не сохранилась информация об их отношениях. До этого и не могло быть. Мусульманские семьи были очень закрытыми, а особенно султанские. Но после смерти своего мужа Михримах больше не вышла замуж. Хотя у нее была такая возможность. Она продолжила дело супруга, построила в его честь мечеть. Могла ли Михримах полюбить Рустема? Кто знает. Но по описаниям современников, Михримах был описанной красавицей. А вот Рустем имел некрасивую внешность. Красная сморщенная кожа, как у прокаженного. Маленькие и злые глаза. Хотя, кто знает. Быть может, прекрасная султанша полюбила Рустема за то, что он любил ее и хорошо к ней относился. Теперь уже этого не узнаешь. Сестра султана Сулеймана Шах. По велению отца она вышла замуж в 14 лет за 35-летнего Людфи Пашу. В браке у них родилось две дочери. Но султанша развелась со своим супругом. Спустя 18 лет совместной жизни. Здесь стоит отметить, что султанши имели право разводиться со своими мужьями без всяких проблем. В отличие от обычных женщин, мусульманок. А еще супруги султанши не имели права брать себе еще жен. Они должны были быть единственными женами. То есть султанши. В 1541 году Людфи Паша, на то время прибывавший к должности великого визиря, совершил большую ошибку. Он вел борьбу с местными проститутками, среди которых были не только неверные, но и мусульманки. И так, разозлившись на одну из них, он сам, без всякого разрешения судьи, устроил ей страшную казнь. Этот момент четко запечатлен в истории. За это шах султан развелась с мужем, а тот был снят со своей должности и отправлен в дальнюю провинцию в ссылку. Вполне вероятно, что шах султан и не любила Людфи Пашу, раз так просто и без сожаления с ним развелась. Айше султан – дочь внука Сулеймана Великолепного, султана Мурада Третьего и его любимой наложницы Софие. Ее замужество по своей дикости переплюнуло, пожалуй, все. Супруг Айше, Ибрагим Паша, был старше ее на 53 года. Когда он женился на Айше, ему было уже 69, а Айше – 16. Видимо, возраст сыграл над Ибрагимом Пашой злую шутку, и он не смог оставить после себя потомство султанской дочерью. Хотя, более вероятно, что она просто не подпускала к себе старика. Поэтому и осталась вдовой в возрасте 31 года и без детей. Потом она еще дважды выходила замуж и родила в возрасте 33 лет сына. По воспоминаниям современников, Айше во всем слушала свою властную мать. А сама к политике особо не тяготела. Будучи замужем, часто гостила в султанском дворце Топкапы, где прошло ее детство.